здравствуйте дорогие друзья сейчас мы проведем онлайн гадание выбирайте себе колоду которая на вас смотрят под номером один два три четыре пять шесть мы я беру за основу 12 аркан что значит 12 аркан это не так уж и плохая карта не хочу вам сказать стихия вода это наполнение потом я эту карту еще называю птички на дереве это свежий воздух это энергия земля земли воды свежего воздуха до неба это мир но то что получается подвешенном состоянии висит человек это еще и материальная часть получается в этом мире в этой карте есть материальная часть духовная часть и физическое вот физическом плане получается человеку больно вот больно висеть нога получается одна подвешена другая как бы крестом все это карта называется карта одина потом материальный мир Получается, срубленные деревья, это срубленные идеи, мысли, мечты, отданные за материальный успех. Это деньги. И медитация, голова. Когда человек висит вниз головой, есть такие упражнения, что человек стоит и там что-то делает. Там йога, не йога, ну такое вот. И вот мы сейчас с вами рассмотрим, что дает при раскладе данная карта. Вот. Выбирайте себе колоду. Значит так, тут тройное таро, тройное таро, двойное таро, двойное таро, двойное таро, одиночное таро. Тут 23 карты. Значит так, выбирайте то, что вы считаете для себя ближе. И то, что ближе к сердцу. Начали. Раз, два, три, четыре. Все. Я собираю карты. И начинаем с колодой номер один. Начинаем. Значит тот, кто выбрал колоду номер один, тройное таро. Что в ближайшее время может быть с вами, да? Потом карты могут показывать и забытую историю. Это как бы истории были, которые и они могут вернуться. Значит есть момент как бы осадок, осадок. И это в подвешенном ситуации происходит в раскладах на таро. Вот, ну я что так вот. Ладно, начали. Раз, два, три, четыре. Думаем о себе. Так, раз, два, три, четыре. Это вы. Тот, кто выбрал вот эту колоду. Это вы. Что вы скрываете под своими мыслями? Это мысли. То, что это вы и то, что вы скрываете. Теперь. То, что вы демонстрируете обществу, себя. Теперь. Вы были. Вы есть. Вы будете. И что из этого? Самоанализ. Хорошая девочка или мальчик. Плохой мальчик или плохая девочка. Всегда мы в жизни должны делать самоанализ. Теперь. При подвешенной ситуации. Так. Это вы. Мы видим одиннадцатый аркан. Это сила. То, что вы скрываете. Вы скрываете свои переживания. Так. Теперь. Неся себя в общество. Вы были. Вы есть. Смотрите. Вы и были, и есть, получается, в подвешенном состоянии. Неся себя в обществу. И самоанализ. Так. Тут можно сказать многое. Можно так сказать. По поводу здоровья. Диагностика. Диагностика в тяжелой ситуации. Есть проблема. Тут получается нервная система в подвешенном состоянии. Может привести к разочарованию. И бессонница. Вы ходили, видимо, к врачу. Или обращались к каким-то докторам. Или специалистам. Которые вам посоветовали сделать вам диагностику. И с этой диагностикой вам надо теперь принять решение. Хотя все не так уж и плохо. Вроде бы пронесло. Ну, как бы повезло. Пронесло. А все же чажесть есть. Лежать. Надо лежать, отдыхать. Или отложить ситуацию. Подождать. Может ситуация устаканится. Вот. По поводу компьютерной диагностики. Может быть, вам назначили как бы операцию. А надо ли ее делать? Подумайте. Не спешите. Потому что, если вы можете выдержать выдержать вот этот наркоз ну, как бы при лечении, то он может принести вам большие проблемы. И эта операция может быть бесполезная. Поэтому не спешите. Получается, вы были и есть. Медитация. Подумайте. 20 раз, 30 раз все завести. Потом. Если эта ситуация не по болезни, получается, обрати внимание на свой режим, рабочий режим, вы работаете с компьютером. Компьютер говорит. Вы говорите сама себе с компьютером. Может мне надо его починить или новый взять. А зачем мне новый, если этот не такой уж и плохой? У меня денег нет. Средств нет. Тяжело. Я не потяну, не потяну материальном успехе. Трудно мне. А жалко. Вещь хорошая. Вот. Теперь. Еще какой может проигрываться вариант? В подвешенном состоянии. Думая, как же быть, как же быть. Где-то там есть просвет. В этом просвете есть длительность, длительность. Надо подождать. Видите, опять подождать. Не спешите. И получается, вот паучок спустился. Смотрите, вот паучок. Ананси. Вот он. Паучок Ананси. Поднимается, поднимается. Видите, царточку. Ну, не буду. Я пауков не убиваю. Вот. Видите, он все-таки ушел. Опасность может миновать. Вот. Паучок, получается, дал знак. Значит, нельзя приносить жертву данные какие-то средства, деньги, здоровье. Берегите себя. Все будет хорошо. Но то, что вот самоанализ, да, во всех трех случаях получается очень тяжело. Ситуация подвешенная. Трудно все решить. Я дополняю карты. Почему я дополняю всегда карты? Для дальнейшего разъяснения. Потому что незаконченная как бы песня, да, вот что же выскочило у нас. Вот. Теперь смотрите. Опять-таки мы обратимся к компьютерной диагностике. Ваш компьютер, ваш компьютер, он дает, то, что вам сказали при ремонте, смотрите, при ремонте. Это лживо. Нужно еще раз его пересмотреть, сдать другому мастеру. Можно так сказать. Ничего страшного. Эта проблема как бы не страшна. Вроде бы и страшна, но не страшна. Вот. Она еще поживет. И вы еще поживете, если вы можете наломать дров. вот почему наломать дров. В данной ситуации наломанная энергия, наломанных дров вам хватало. Вы уже до такой степени себя замучили по этим врачебным практикам, где никто вам не даст полный ответ. Поэтому включите свою интуицию. вот даже есть упражнение постоять не с головой. Конечно, я понимаю, может возраст у кого-то. Но просто даже наклониться и делайте наклоны, чтобы кровь поступала, потому что при наломанных дров вы насильственно как бы сами себя напрягаете. Не мучайте себя. Не так уж черт, как его молюют. Видите, да? Все не так уж страшно. Хотя черт страшный. Но сама ситуация. Вот. И по поводу диагностики опять-таки есть ложь. Ложь заключается в том, что при повторной или третьей ситуации скажется, что у вас все нормально. Ну, например, вы делали какой-то нибудь рентген. Это мушки. Сейчас вечер, они, видите, уже в хату лезут. Вот. Теперь смотрите. Вот эти врачи, которые вам говорят, вот все, вам конец, полный пипец. Да, вот ласты слаживайте. Вы не сложите ласты. И ваш компьютер, если вы отдали в ремонт, и вы работаете с компьютером, ваш компьютер жив. Пересмотрите ситуацию. обратитесь к следующему ремонтному мастеру или другому врачу, где он скажет, фи, все нормально, не переживайте. Вот так вот. Желаю вам здоровья, удачи. Правильно, что вы тянете время. Опять-таки, видите, это резинка трусов, еще я эту карту называю. И вот как висели вы резинкой на трусах, да, пусть дальше. Конечно, она больно бьет, а если она и ударит, то не так уж все и страшно. Опять-таки, я повторюсь, не так страшен черт, как его молюют. Ну, по-украински я скажу. Вот, спасибо. Я беру следующую колоду. Пишите комментарии, обязательно. Так, теперь тот, кто взял, выбрал вторую колоду, красную, с двойным таром. Вот. Мы сейчас посмотрим. Перед вами двенадцатый аркан. Что скажет вам эта карта? Так. Раз, два, три, четыре. Это вы сами. При двенадцатом аркане. Это медитация. Это карта мыслей, эмоций, поступки. Почему? Мысли это погружение вниз головы. Эмоции это отдать себя жертву каким-то действием и материальный успех, поступки, чтобы навредить самому себе и себя подвесить и сделать себе плохо. Можно так сказать. Вот так вот. Еще эту карту называю резинка трусов. Вот как будет висеть. Вот если будет больно потом, смотря какая карта. Вот. Теперь мы начинаем. дальше. Так. Раз, два, три, четыре. Это получается вы. Что вы скрываете? Что вы преподносите? Видите, думаете, поступаете? И оценка ситуации. Хороший вы мальчик или плохой мальчик? Хорошая вы девочка или плохая девочка? Вот. Смотрите. Значит, так, я вас открываю. Мы видим силу. Так. Что подразумевается в скрытых мыслях, когда вы о чем-то думаете? Это голова. Вы думаете. Так. Это Сатурн. Теперь показывая себя. Смотрите. двенадцатый аркан, Показываете себя. Что вы видите? Это двадцать первый аркан. Что же вы чувствуете? И что из этого? Значит, так. Получается, в подвешенном состоянии, думая о себе, вы переживаете из-за самого себя. Это сила. Нужно приложить силы, чтобы сделать себя хорошо, но не навредив при этом. Теперь, что вы скрываете? Это голова. Опять-таки, Сатурн отвечает за голову. Это ответственность за всех родных и близких. вы видимо рулите в семье, ну я еще так могу сказать, и никому не доверяете. Вы все сама или сам и получается сильно грузанулись. Ну я вот образно. Вот теперь показывай себя обществу. мыслитель. Ну вот думаете, а что я буду себя показывать, чтобы думали, что я слишком умная или я такой вот умный. Но в этой заумности есть издевательство над самим собой. Смотрите, вы столько напридумывали, что где-то там сами себе навредили. И при этом вы хотите объять необъятное. Вы хотите и там помочь, и тут и тут всем помочь. И вы еще будем так говорить, ходите с биноклем и наблюдаете за всеми. Можете за соседями наблюдать, наблюдать на работе. Вы сидите и наблюдите за всеми и получается в этой безысходности за всеми не уследишь. Вы себя сами поставили в эти рамки и себя при этом унизили. Зачем вам это надо? Сбросьте этот сгруз. Вот. Это как бы вот такая ситуация. Потом тут вышли люди в погонах. Есть ситуация у человека в погонах, который переживает за свой рабочий момент, где он хочет всех иметь. Понимаете, да? Он я вам всем сделаю, но у меня все под контролем. Может, у вас руководящая должность, и вы хотите за всеми блюдить. опять-таки, И поэтому, гневаясь на самого себя, вы ничего не можете изменить. Вы просто смотрите, может, где-то там фиксируете. Но это тоже хорошо. Самое главное, следи за собой и будь осторожен. Вот. Теперь еще что можно сказать при этих 6-7-8 карт. Через потерю ориентиров осторожно думая, как же дальше быть. Надо быть очень предельно осторожным. Вы говорите самому себе. И погруженный в самого себя, вы решили об этом ничего не говорить. Вы я так разговариваю, да, вы сечете за всеми. И где-то там берете себе на ум, что в этой семье Ивановых, например, это родственники соседей, коллега по работе, где вы хотели бы ему помочь, но вы где-то там еще наблюдаете, стоит ли ему помогать. Вы уже ему помогли один раз. А зачем еще раз надо помогать, потому что вы и так тот раз побежали в милицию, и вам от этого было больно хлопотно за все это мероприятие. Потом еще если это по-семейному я сказала, по рабочему моменту, в этой безысходности ничего изменить нельзя. Вы очень усердны, вы боретесь за свои интересы, вы вините себя, зачем вам винить, вы самоед, вы кушаете самого себя, ночью, когда ложитесь спать, и сами себе ругаете, зачем я влез туда или туда, почему я лезу, зачем мне это надо, я уже не молодой или не молодая, я уже посижу и посмотрю, пусть они сами справляются, я и так столько сделал или сделал для этих людей, они неблагодарные, можно так сказать, поэтому тише едешь, дальше будешь, погруженный себя человек думает, а зачем оно мне надо, ну есть выражение, вот при этом раскладе можно так сказать, оно мне надо, ну вот эту интерпретацию можно использовать при данном раскладе, поэтому инициатива наказуема, можно тоже так сказать, не суй нос, не свое дело, можно тоже сказать, сами виноваты, зачем вам это надо, вы в гневе, так мне и надо, вы сами себе говорите, потом по поводу здоровья, не надо делать операцию, вы уже устали от этих врачей, зачем мне это надо, у меня генетика хорошая, возраст, пусть я, вот у меня дед прожил с этим диагнозом, пусть еще сто лет я проживу, как и мой дед или бабушка, со мной ничего страшного не будет, деньги я приберегу для другого случая, поэтому самоанализ ведет к тому затаить свой блеск, зачем рисоваться среди неблагодарных людей, можно так сказать, вот, и погруженные вы сами в себя уходите в свою комнату и тихо, тихо смотрите альбом или книги читаете, ну, что-то в этом роде, потом вы очень много искитались, много чего-то искали, искали на жопу приключения, можно так сказать, и в итоге вы нашли и поняли, и сами себе сказали, оно мне надо, вот, что еще можно сказать, вы очень рассудительный, умный человек, вы много прочитали книг, много повидали в этом мире, и учить людей, которые неблагодарны, хотя они бегают к вам и спрашивают, посоветуйте нам, Ольга Николаевна, как же быть, хватит советовать, пусть сами свои шишки зарабатывают на свою голову, у вас своих шишек и так хватает, вот, потом вы очень умный человек, вы философ, вот, можно так сказать, может, учители там, философии, там, ну, что-то в этом роде, маленький ранг, маленький ранг, бережливый в деньгах, вот, а мир не изменишь, зачем вам это надо, вот, так что вот так вот, берегите себя, в вашем роду слишком умные все, пусть все расхлебывают сами, и каждый сам идет своей дорогой, так, я закрываю этот расклад, так, теперь, тот, кто выбрал третью колоду, номер три, двойной тару, перед вами двенадцатый аркан, что он вам несет, в этой колоде много чего интересного, теперь, эта карта показывает материальный, духовный и физический мир, вот, духовный, это осмысление, подвешенном состоянии, это получается упражнение йога, это духовно, материально, это деньги, и на физическом плане, вы можете много чего навредить самому себе, и я эту карту называю резинка трусов, когда мы растягиваем резинку и отпускаем, мы делаем себе больно, сделать себе больно, сам, или вам кто-то делает больно, это жертвенная ситуация, так, начали, раз, два, три, четыре, что несет двенадцатый аркан, начали, это вы сам, или сама, то, что вы скрываете, показываете обществу, что видится, что чуется, и что получится, оценка ситуации, мы люди всегда делаем себе самоанализ, хороший я мальчик, или хорошая девочка, или плохой я мальчик, или плохая девочка, так, мы открываем, теперь, это вы при двенадцатом аркане, маг, волшебник, теперь, что вы скрываете, двадцать первый аркан, так, что вы показываете обществу, белая карта, семнадцатый аркан, двадцать первый аркан, двадцатый аркан, я почему рассказываю, потому что тут видите, такие картинки другие, и тринадцатый аркан, вообще я хочу вам сказать сразу, хотите уехать, вы уедете, вы ищете себе выход, и получается, чтобы об этом кому-то говорить, не надо никому ничего показывать, тише едешь, дальше будешь, меньше знает, лучше спят про вас, вы хотите покинуть эту территорию, через скандальную ситуацию, много чего вы хлебнули, и еще в этой ситуации, видите, где вы находитесь сейчас, в неизвестности, и в этой неизвестности, хватаясь за голову, думая о дальнем переезде, вы кидаетесь из одной крайности в другую, вам предлагают ехать к Ивановым или Петровым, все-таки вы поедете к Петровым, при этом, что Ивановы и Петровы знают друг друга, и они знают вас, потому что вы Сидоров, но я образно, вот, и вы очень умный человек, уважаемый человек, и ваш рейтинг, рейтинг высокий, вы очень уважаемая стать, вы имеете очень уважаемую стать, которая в длительном времени запуталась сама в себе, или запутался сам в себе, и найти выход, конечно, выход есть, это надо просто ситуацию послать нахерен, и резко конечно нельзя, нужно сначала найти как бы поддержку каких-то людей, эти люди могут вам помочь, они хотя не, хотя просто могут вам дать какой-то номер телефона, больше ничего они не сделают, если хочешь сделать что-то, сделай это сам, и вот эта резинка трусов приведет тому, что к 13 аркану мы идем, потому что мы уже круг сделали, получается 13 аркан, получается вот эта резинка от трусов, вот она растягивающая, это йо-йо, помните, да, 90-й, вот этот мячик, йо-йо, вот этот йо-йо получается дергается, вот, и вы сам волшебник можете что-то сделать, и вы сам себе как йо-йо, бьетесь, 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 но ничего не получается, уже всех подкрепили, как бы, и при этом вы хотите все потихо сделать, пусть вам все советуют, вы сделаете так, как считается нужным, получается так, выйти из плена, в плена ситуации, вы уйдете, уйдете, при этом всем скажете чао бамбино, ссори, увидите одна дальняя дорога и вторая 21 аркан и 21 аркан тут дикарь видите, сейчас я картинку покажу, мы видим здесь дикаря с дубинкой, хотя вот на этих картах абсолют, но это колода еще с 17 века, получается тогда человек совершенствовался, а сейчас мы в нашем мире должны превратиться ни в мужчину, ни женщину, мы должны превратиться в гомосексуалистов, там еще каких-то рядов людей, например, из нас делают каких-то других людей, тогда были еще люди, дикари, где кто-то помогал, кто-то не помогал, вот, и кусающая хвост, змея кусающая хвост, вот тут есть, вот это я уже рассказывала про эту карту, мы видим льва, лошадь, быка и слона, и змея кусающая хвост, и эта резинка от трусов, ужалит самого себя, вы в этом мире, и ругаться, вы уже устали ругаться, как же так, я устал, может мне поехать к Ивановым или к Сидоровым, да нет, я пойду сам по себе, только я сам решу свои проблемы, вы справитесь, у вас все получится, вот, и к чему вы придете, дополнение карте, мера, все будет хорошо, тут еще решение вышло, ладно, теперь дальше мы смотрим, если кто-то хочет приобрести какую-то недвижимость и продать или купить, вы уедете с этой, вы покинете этот край, переезд неизбежен, так, этим летом ждут большие перемены, большие перемены ждут, хотя это лето вам как целая вечность, можно так сказать, и подыскать себе теплое местечко, где-то там оно есть, но все фатально, все фатально, ничего я не могу понять, тайные предложения, где же, как же мне продать недвижимость, эта недвижимость стоит уже сколько можно, чтобы ее продавал, я продавал, и наконец-то я ее продал, сдал, отдал, ну вот как-то разрешится ситуация с недвижимостью, соседи, родственники против, или же мама против, или теща против, все лезут в вашу жизнь, вот, ну наконец резинка трусов продлевает свой путь, смотрите, резинка трусов, и она не стреляет, она просто еще растягивается, и еще, например, у вас были трусы талия, пусть 50 метров, она неожиданно растянулась на 100 сантиметров, это еще 50 сантиметров, так что все будет хорошо, опять-таки, тише едешь, дальше будешь, все будет нормально, хотя вы не разбогатеете на этой недвижимости, вот, не разбогатеете, все будет потихонечку слажено, сделано, это мотельки ночные залетели, вот, это не кран летает, поэтому, смотрите, получается, переезд неизбежен, вот, ну, а родственники, куда им деваться, пусть они вас оскорбляют, что-то вам говорят, эх ты, что-то меня из шила на мыло, но если хочется, почему бы не попробовать, ничто не стоит на месте, вот, и млечный путь, и получается, я смотрю на звезды, все будет хорошо, 17 арка, я смотрю на звезды, все есть утопия, никому не верю, я даже себе не верю, но я верю только святого Михаила Архангела, который будет вести меня по жизни, и он укажет мне, даст мне терпение, темперанция, да, видите, на французском, а вот волшебник, вы сами можете что-то сотворить, вы волшебник, у вас золотые руки, может вы плотник, может компьютерный деятель, может учитель, может пианист, может художник, вы можете все, только захотеть, и только молча, по-тихому можно уходить, вот такие карты вышли, вот, пишите комментарии, сейчас я закрываю вот эту колоду, так, тот, кто выбрал черную колоду, это 23 карты тут, это как вот эти оранжевые большие, и мы смотрим, что дает 12 аркан для вас, так, раз, два, три, четыре, это старенькая колода, она со мной было много-много-много-много лет, еще до 14 года, вот так, я купила аракал, рубашка старенькая, и вот видите, какие-то старенькие карты, так, как вот эта красненькая, так, начали, то, что вам дает 12 аркан, это вы, то, что вы скрываете, никому ничего не говорите, как вы показываете себя обществу, что видите, что чуете, и что у вас получится, и оценка ситуации, так, это вы, в подвешенном состоянии, думая, как же жить дальше, ведь ситуация все растянута и размыта, стихия вода, шут, шут, так, вы веселитесь, веселый человек, так, тут получается шестой аркан, тринадцатый аркан, карта перевернулась, вы очень умный человек, погруженный себя человек, думаете, как же так жить дальше, и у вас есть надежда, надежда на то, что все будет хорошо, и надежда решила, что дальше все будет нормально, что опять у меня как по-прежнему работа, дом, семья, работа, дом, семья, тыл, дети, родственники, и любимые увлечения, это мой компьютер, или вы работаете с компьютером, где я все время на работе, с теми же лицами, никто, никто никуда не уходит, мне только остается думать, как дальше жить, потому что я не подумаю, никто об этом из домашних, или же из коллектива не подумает, и работая в компьютерном режиме, диагностика делая самому себе, вы программист, например, или же аналитик, или же библиотекарь, собирая книги, много чего вы знаете, и при этом архивы тоже можете собирать, там где-то много скрытного, может даже склад, это тоже может быть, потому что в этой ситуации вы как всегда на работе, и коллектив состоит всего лишь из двух-трех людей, и вы вместе там по-тихому делаете свои дела, вот, и надежда, ваша надежда заключается в том, что все будет хорошо, успокаивая публику, вы даете надежду, и вы граждан, вы удачи, вы желаете удачи, и ваш коллектив, ваша семья, все вместе работаете, трудитесь, и скрепленный, скрепленный навеки, вечный коллектив, внутри коллектива или в семье есть много преобразований, есть семейная традиция, получается, или своя мафия, можно так сказать, где никто ничего не знает, что вы делаете, и осуществляя свои работы в компьютерном клубе, например, или же компания, вы работаете, не покладая рог, и ночное время вы должны выложить какой-то материал, доработать этот материал, где много чего еще нужно сделать, потом, вы успешный лидер, вы очень такой вот начитанный человек, и у вас есть диплом, например, это тоже хорошо, это семейное, это для коллектива, например, на стене вашего кабинета висит диплом, который недавно где-то там, он был дан в это время, летнее время, может, года два-три назад это было, и это все приятно смотреть на все это, потому что старые забытые истории, они вас волнуют, и вы живете воспоминаниями, ситуация стагнации, как же так, тишина, я хочу тишины, не мешайте, тише говорите, у вас нельзя шуметь, хотя все ходят на цепочках, ну, как бы послушание есть, вот, так что показывая себя веселым человеком, с чувством юмора, вы еще специалист, оказываете помощь, еще можно так сказать, помогая ближнему своему, опять-таки, это командная работа, это работа команды, ну, в команде пусть 10 человек, эти люди вместе трудятся, вот, а так как вы главный бухгалтер, самый старший, например, и вы все блюдите, и все ходят на цепочках, тише, тише, кот на крыше называется, вот так вот, и вы очень умная, умная женщина, или мужчина, аналитически, подходя к ситуации, вы все взяли на себя, все, так, я собираю эту колоду, тот, кто выбрал колоду под номером пять, вот, перед вами двенадцатый аркан, сейчас мы посмотрим, что может дать вам двенадцатый аркан, это карта материально-духовного и физического мира, эта колода принадлежит подвешенном состоянии, осмысление, познание самого себя, на физическом мире это страдание, мучить самого себя, мазохизм, и на физическом плане, да, я там уж чуть-чуть перепутала слова, извините, вы получается, можете все срубили, все убрали, и теперь остались сами себе подвешенном состоянии, еще эту карту, целая резинка трусов, как все затянем, затянуто в этом мире, и как вы проживете этот момент, так, начали, так, двенадцатый аркан, что дает вам при пятом номере, так, раз, два, три, четыре, это вы сами, то, что вы скрываете, никому не говорите, теперь, как показываете себя обществу, что вы видите, что вы чуете, и что вы получите, и самооценка ситуации, вот, так, начали, двенадцатый аркан, это вы, получается, фараон, что под сердцем, судьба, как вы показываете себя обществу, что вы видите, что вы чуете, и как себя показываете. я хочу сказать, что вы хотите помочь кому-то, или вы должны отдать какую-то крупную сумму денег, тут большие деньги, здесь материальная часть, эта карта выпала для материального успеха, получается, бессилием перед судьбой, денежная сумма в отказе, может, вы хотите взять кредит, можно тоже так подумать, получается помощь, ищите помощь, вы обращались уже к каким-то лицам, вам уже отказали, и вы можете получить отказную, пусть даже вы просите немалую сумму денег, вот, денег не будет, хотя вы неплохо сами и зарабатываете, вроде бы и есть вот эти 10 рублей, ну, образно, но этих 10 рублей вам не хватает для какого-то крупного дела, есть сопротивление, в этом сопротивлении есть ситуация, где ситуация говорит, иди проси у людей, кто-то вам сказал, иди там занимать, что ты ко мне пришел, например, и хотя это как бы где-то там родственник, вот, вы общаетесь с этим человеком в телефонном режиме, вы как бы там дружите, ну, хочешь иметь друга, займи у него деньги, лучше и не надо, можно так сказать, потому, чтобы в скорости ситуация устаканилась, через ваше осмысление жизни, молиться надо, помолитесь, может и получится, может кто-то и займет вам деньги, а лучше всего полагайтесь только на себя, помолитесь и вам бог даст денюжку, вот, так что не так уж все и плохо, вы работаете, общаетесь среди людей, много людей возле вас, вы общительный человек, и чтобы изменить ситуацию к лучшему и прийти к новым начинаниям через каких-то людей, да, получается скромная персона желает изменить ситуацию к лучшему, все будет хорошо, но не сразу, нужно подождать, помолитесь, Бог больше даст, не берите у этих людей ничего, они просто рисуются, что у них все есть, но они жадные, это жадины говядины, вот, а то, что вы хотите все сделать для семьи, это конечно понятно, вы скромная семья, и чтобы изменить ситуацию к лучшему, все-таки заработайте эти деньги сами, вот так вот, и новое качество жизни пока откладывается, вы столько напланировали, есть выражение, хочешь рассмешать Бога, расскажи ему свои планы, когда же у вас изменится ситуация, при вашей скромной персоне, и то, что вы очень общительный человек, сила, приложите силы, у вас будет, заработайте сами, как говорится, не сейчас, так потом, сейчас, конечно, можно рассмешить Бога, вы уже рассмешили Бога, при своем сильном желании, вот, получается, в скором времени большие перемены придут, только вы, только вы можете изменить ситуацию, вот, не полагайте на ближних своих, никто не поможет, все есть вранье, все есть как обещание, приходите завтра, приходите завтра, ну, в таком духе, вы сильный человек, у вас все получится, и вы все для своей семьи сделаете, для своих родных и близких, одеваясь скромная, идя на работу, вы понемножечку откладываете денежку, и то, что вы желаете, приобретете, вот, хорошие карты, по поводу здоровья, не идите туда, кто вас зовет обследоваться в другом месте, только через молитвы, только через молитвы, видите, тут медитация, да, все-таки вышла, вы при своих мыслях, эмоциях и поступках себя поставите на ноги, вы, видимо, ходите в церковь, или там как-то обращаетесь к каким-то энергиям, и вам помогает Всевышний, вот так вот, ни на кого не найдитесь, только вы сами, вот так вот, все, я собираю колоду, так, теперь, тот, кто выбрал голубую колоду, тройной тару, вот, номер шесть, двенадцатый аркан, что вам даст эта карта аркан, получается, в этой, на этом рисунке мы видим материальный мир, материальный мир, физический и духовный, порубав деревья, сам себе навредив, разбогатев на ресурсах земли, можно так сказать, отдался жертвам и сам пострадал, но это карта олигархов, можно так сказать, потому что они вредители, но если у них осмысление, это еще такое дело, потому что если какие карты выйдут, но мы простые люди, может там и олигархи какие-то смотрят, сейчас мы посмотрим осмысление самого себя, через подвешенную ситуацию, я эту колоду называю резинка трусов, как она больно ударит, или же она растянется во времени, вот начали, это вы сами, то, что у вас под сердцем, то, что у вы показываете самому себе, самого себя, обществу, что вы видите, что вы чуете, что у вас получится, и хороший ли вы мальчик, или плохой, двойная потянулась, получается самоанализ мы должны делать всегда, так, начали, вот, так, очень жарко, смотрим, император, вы властный человек, и неустойчивая позиция, поняли, да, это получается подвешенной ситуации, и получается, опять-таки, я немножечко, смотрите, получается, это вы, у вас неустойчивая позиция, хотя, все вроде бы и схвачено, в любой момент кто-то может сбить тумбу, и вы можете упасть, и также подвешенной ситуации, можно вас раскачать, и вы можете стукнуться об один столбик и второй, получается, в этой ситуации только ситуация на самого себя, и это получается Зевс, ой, да, это, да, Зевс получается, Юпитер, Бог, ну, как бы, вот так, вот, эта планета, получается, дает сигнала, подумай, подумай, что ты делаешь, да, так, теперь, как вы себя, внутри себя чувствуете, да, звезда, как себя показываете, что вы видите, что вы чуете, что вы получите, анализ, и что из этого, так, получается, ваши переживания очень сильные, они даже где-то там опасные, вы думаете, нервничаете, вы до такой степени сами себя насилуете, и вам тяжело где-то там самого принять, вам все страшно, хотя все так уж и хорошо, вы думаете, вы взвесили, тут, видите, весы, весы, получается, вы все взвесили от а до я, и получается, звезда, да, это вроде бы есть свой успех, теперь смотрите, при этом успехе, вы герой в одиночку, вам очень тяжело, как же сдвинуться с места, никто мне не поможет, да, я ни в ком не нуждаюсь, я осмысляю данную дорогу, мне надо ехать, мне надо идти, а как же мне покинуть этот край, я хронически переживаю за самого себя, и я боюсь будущего, страшно, пораженным своим мозгом, вы сами себе имеете накруты, через накруты своей нервной системы, до такой степени сама себе съедает, что вы свой страх уже включили, не бойтесь, вы не ежик в тумане, хотя этот ежик тоже шел к какой-то лошади, шел через туман, это ежик в тумане, смотрите, видите, отшельник, кладбище, люди, кони, звери, неизвестность, вроде бы есть какая надежда, и вы ежик в тумане, вот он, ежик в тумане, куда я иду, зачем я иду, а надо ли мне, а там коронавирус, а там все болячки, вдруг я заболею, а может я не заболею, остается одна надежда, надежда не умрет последней, я подумаю, я не сдвинусь с места, я подожду, все так страшно, а ежик в тумане, шел и шел, и он встречал лошадь, вот тринадцатый аркан, лошадь, это лошадь в тумане, где-то там сама себе застряла, на болоте, теперь дорога, ежик должен перебежать дорогу, страшно, страшно, ночь, тишина, подождите, не спешите, вы успеете потерять это все, вам надо просто отдохнуть, дайте себе отдых, очень тяжелая ситуация, вы сами себе столько накрутили, что Голливуд отдыхает при ваших сценариях, и этот ежик в тумане, это ваш мультик, кстати, к чему может прийти через ваш страх, погруженный внутри себя, со своим сценарием, ежик перешел кладбище, выходя на дорогу, он встретил девочку, эта девочка сказала, иди туда, ну это фильм ужасов, вот опять солнце и солнце, это нервная система, через здоровье, тут вышло еще здоровье, опять мы думаем, что же делать, что же делать, кругом такое все страшное, а фильмы я смотрю, я смотрю этот интернет, зачем я это смотрю, короче, тут самоедство, сплошное самоедство, вам надо отбросить эти все составы, эти ужасы, и переключаться на простоквашеное, наверное, просто кваша, да, вот так вот, как-то все так вот тяжело вот этой ситуации, вот, ну подумайте, я понимаю, что там спешить нельзя, вот, теперь сможете ли вы все-таки переосмыслить самого себя, потому что большие накруты, очень большие накруты, так, смотрим, это вы, раз, два, три, думали, 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 и вот вы выходите, ежик из тумана, думали, думали, видите, время, думаете, думаете, и что же вы надумали, сидите дома, просто можно включать телевизор и смотреть другие страны, успеете куда-то поехать, и никто не видит, как вы мучаетесь, вам очень тяжело, вы тяжелы на подъем, если люди стали и пошли, а вы не сможете, и вы опять, и вы опять дома, вот так вот, ситуация где-то там и выигрышная, пусть даже я остаюсь там, где есть, все хорошо, я успокаиваюсь тем, что возле меня родные и близкие, они меня все очень-очень сильно любят, вот, и это и есть хорошо, я хороший специалист, меня все ценят, перемен нету, меня все уважают, в моем доме, в моем подъезде, в моем городе, на моей работе и в моем квартале, я ценный работник, вот так вот, все у вас будет хорошо, и вы каждый раз мечтаете, думаете, преодолеваете какие-то трудности, и у вас все равно будет все хорошо, у вас как день сурка, каждый день одно и то же, одно и то же, но ничего нельзя изменить, у каждого своя судьба, и ваша судьба не такая уж и страшная, просто вы как-то на месте, ориентируйтесь, и из круга вы не выходите, вот так вот, все, пишите комментарии, будет очень приятно посмотреть, потом я еще посмотрю, какую колоду взять, там, например, вот императора, или еще, император был, кстати, на Гамаюне, если есть желание, посмотрите на Гамаюне, там есть созвездие, гороскоп, я там начала, вот, вот так вот, спасибо, 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 Продолжение следует...